Привет, я Энни Мэджик и сегодня будет очень необычное видео для нашего канала, потому что со мной такое никогда в жизни не происходило и я решила об этом с вами поделиться и вам рассказать. Я до сих пор немножко в шоке, но давайте по порядку. Дело в том, что 6 апреля моей собаке Эйвону должно было бы исполниться 12 лет. И Васька с нами нет уже меньше чуть года. Я очень по нему скучаю и до сих пор постоянно вспоминаю о нем и о Мишке. И когда говорю это все, у меня прям сжимается внутри все. Но ситуация такая, что я собиралась в честь его дня рождения снять несколько фактов о нем. Такое видео воспоминание, в котором я расскажу что-то, что я о нем не рассказывала, потому что я делала о нем 5 лет назад. Большое видео, 50 фактов об Эйвоне и там рассказала практически все, но прошло 5 лет и я хотела дополнить, как в виде воспоминания, кое-какие факты о нем. Но случилось непредвиденное обстоятельство, которое изменило совершенно мой план. И сейчас я вам все расскажу и даже покажу, что же произошло. Мне написал некий человек в день рождения Эйвона. И я... Так, фу, Ань, успокойся. До того, как я расскажу об этой странной, вообще очень странной ситуации, которая произошла, и покажу скрины переписки, я хочу сказать кое-что очень важное. Вы, конечно же, можете это просто перемотать, но самым преданным своим подписчикам я хочу это объявить. Первое. Пожалуйста, ввиду проблем с Ютубом, непонятно, что происходит, я очень прошу вас, проверьте колокольчик. Когда вы нажимаете кнопку подписаться, там у вас есть вариант в колокольчике поставить все уведомления. Вот проверьте, пожалуйста, чтобы у вас стояли все уведомления с канала. Спасибо большое, потому что мы идем к 3 миллионам подписчиков, я очень жду эту цифру, так что подписывайтесь. Второе. Это то, что обязательно подписывайтесь на Телеграм, потому что именно в Телеграме вы узнаете все самыми первыми. Обо всех моих перемещениях, о том, что происходит в нашей жизни, все новости и так далее. И приходите ко мне на страницу ВКонтакте, потому что я там постоянно устраиваю розыгрыши. Вот недавно был очень классный розыгрыш с победителем, с девочкой, мы общались по видео. Целый час мы с ней болтали обо всем. И еще одна важная и очень неприятная новость для многих, кто ведет канал на ютубе, это то, что у нас давно уже отключили монетизацию. Поэтому многие создают аккаунты на Бусти и Патреоне, чтобы их подписчики могли как-то их поддержать. Я тоже там создала аккаунты. Сейчас пока что вы можете просто поддержать канал, чтобы ролики выходили чаще, чтобы у нас была мотивация работать, снимать для вас новые видео, не пропадать. Потому что другой работы у нас нет, да, я помню эту фразу, идите работать на завод. Но я творческий человек, я хочу делиться с вами своим контентом. И я буду очень рада, благодарна любой вашей поддержке. А дальше будут еще разные уровни подписки. И там уже будет какой-то уникальный контент, конкретно только для определенных подписчиков. То, чего нет нигде ни на ютубе, ни вконтакте, ни в телеграме, нигде. В общем, все ссылочки будут в описании. 6 апреля мне пишет неизвестный аккаунт. Привет, Аня, я тебе хочу сообщить кое-какую новость. Дело в том, что Эйвен отказывается, оказывается, жив. Я отвечаю, что за бред? Что вы об этом всем думаете, когда вы это все увидите? Как вы помните, теперь на канале появляются наоборот длинные, классные, интересные комментарии, которые я читаю, ставлю сердечки, лайкаю, отвечаю. Этот человек говорит, это не бред. Я не знаю просто, кто это, девушка или парень. Я спрашиваю, ты кто? Человек говорит, короче, история очень странная. Я пишу, слушай, мне часто пишут странные люди со странными фактами, у тебя скрыт аккаунт, нет аватарки, так что извини. Это специально. Специально так скрыто. Ну, вы сами понимаете, что правда это быть не может, потому что Эйвен умирал на моих глазах. У меня просто нет даже, я не знаю даже, как это прокомментировать. Когда он мне написал, мне пришла в голову, знаете, какая мысль о том, чтобы сделать рубрику с переписками с разными. Переписки с подписчиками, переписки с продавцами, например, собак на авито, всякие разоблачения переписки. Короче, если вам нравится идея такой рубрики, то ставьте лайк. Наберем 50 тысяч лайков и я сделаю эту рубрику. Я написала, что это вызывает подозрения и уж тем более та информация, которую ты пишешь. Потому что Эйвена нет, и то, что ты пишешь, невозможно, и так издеваться над людьми нельзя, это очень жестоко. И этот человек пишет, я не издеваюсь, это правда. Кстати, Софиша, еще одна моя собака, это Юмичух, прожила с Эйвеном всю его жизнь. Потому что, когда она родилась, он был уже взросленький, и он был ее как бы старшим братом. И получается, он прожил с сестрой всю свою жизнь неразлучно. Они никогда не расставались, где бы они ни были, в путешествиях, в поездках, дома, они всегда были вместе. И очень дружили, и даже когда появилась Юмичу, киса Алиса, мишка наша, даже тогда Эйвен все равно лучшим другом воспринимал Софию. Они всегда играли, они спали вместе очень часто. То есть, он прям вот считал ее, мне кажется, своей самой родной душой. Так вот, возвращаясь к переписке. И вот этот человек говорит, помнишь историю с щенком? А, ты хочешь мне рассказать, что нашелся тот щенок, который пришел к нам во двор сразу после смерти Эйвена? Ты о нем? Если вы посмотрите то видео, где я рассказывала про то, что я нашла собаку, это реально было очень странно. То есть, сразу после смерти Эйвена произошло просто какое-то мистическое событие. Какой-то щенок, мальчик, без хвоста, как Эйвен, пробрался во двор и не хотел уходить. И просто вот как будто я тогда подумала, реально, я иногда все-таки верю в какие-то такие вещи, что его душа просто переселилась в этого щенка. Мы его вылечили, я хотела его оставить себе, но, к сожалению, рабочие, которые там работали, мужики, короче, они его увезли. Я больше его не смогла найти. Но тогда я реально подумала, что это Эйвен вернулся в каком-то другом обличье. Я подумала точнее, что этот человек говорит про эту ситуацию, но он пишет нет. Я спрашиваю, а о чем тогда? И он пишет, ты ведь помнишь ту историю? Я говорю, конечно, помню. И так вот, душа Эйвена теперь в другом месте. Я спрашиваю, о чем ты говоришь? Я не понимаю тебя, это розыгрыш, пранк. Я реально подумала, что это может быть розыгрыш. Нет, Эйвен жив, и я знаю, где он. Ну, вы представляете, да, какое у меня было в этот момент состояние. И все это происходит в день рождения Эйвена. Я пишу, извини, но я хоронила его собственными руками, так что это очень злая шутка. Человек пишет, это не шутка, он жив, и я могу прислать тебе фото. Я спрашиваю, какое еще фото? Фото Эйвена живого. Ну, я сказала, ну, пришли раз так, потому что как можно прислать фото живого Эйвена, если Эйвена в живых уже нет? Я подумала, что может быть, раз это розыгрыш или пранк, кто-нибудь сейчас скинет какую-нибудь дурацкую фотку, и как бы все, тема замнется. Но нет, ну, просто какой-то бред происходит. Но я продолжала почему-то переписываться. Может быть, это связано как-то с моим настроением, я не знаю, потому что мы сейчас переехали в дом. Кто знает, что мы сейчас как бы находимся в путешествии по Мексике. И мы нашли другое жилье в Мехико-Сити, и это большой старинный дом. Дело в том, что я увидела его фотки, подумала, о, так прикольно там пожить. И как бы я в Телеграме об этом рассказывала, и в сторисах, в Инстаграме, и везде. Что мы сюда приехали, и оказалось просто вообще, что здесь все совсем не так, как я планировала и ожидала. Короче, если вы хотите хаус-тур, и я покажу вам, что здесь происходит в этом доме. И вот в этом всем просто каком-то очень странных событиях, жутких, происходящих в самом этом старинном доме 19 века, тут еще происходит параллельно вот эта ситуация с перепиской. Я даже знаю, где он живет. Я пишу, да, где? Я скажу тебе, хочешь, и могу прислать фото, только если ты кое-что сдалаешь, сделаешь. Я спросила, правда, что ли, и что я должна сделать? Ну, понятно, что я иронизирую, понятно, что я понимаю, что это какой-то развод, но мне уже стало просто интересно, что же будет дальше. Поедешь в одно место. Начинается. Я пишу, то есть я по твоему желанию поеду в какое-то место, а ты пришлешь мне фото Эйвена живого. Серьезно, да? И человек мне отвечает, я не шучу. Кстати, еще один интересный факт про Эйвена, я его, конечно же, все говорила, и на канале Magic Pets, канале моих питомцев, где с ними выходят всякие их личные видео, есть цвета любимые у них и у Эйвена. Я выбрала голубой цвет, именно поэтому в честь этого я в этой футболке сегодня с голубым цветом. А голубой я выбрала, почему? Я никогда не рассказывала, потому что первое, я выбрала цвет Софии, его сестре, потому что она была главной на канале, и она была такая гламурная, и поэтому для нее я выбрала розовый цвет. А Эйвен, так как он мальчик и так как он ее брат, поэтому у него голубой цвет. Короче, да, я пишу, а по-моему, все это очень плохая и злая шутка, извини, я тебя заблокирую пока. Я реально разозлилась, я очень хотела заблокировать этого человека, но он говорит, стой. Я поставила просто вопросительный знак, типа, чё? Давай я тебе скажу, куда тебе поехать, ты поедешь, но до этого я тебе покажу Эйвена. Кстати, Эйвена человек пишет через О, что означает, что он не ярый фанат, мне кажется, канала, потому что я всегда говорила, и это еще один факт об Эйвене, что его имя пишется через букву А. Не Эйвон, как косметика, а Эйван, как дерево Эйва, древо жизни в аватаре. Я спрашиваю, куда? Помнишь, ты во Волге, во флоге сказала про остров кукол? Я действительно в одном из влогов наших рассказывала, что здесь, в Мехико, рядом есть жуткое место, называется оно Остров кукол. И я собиралась туда поехать и спрашивала вас, снять ли мне там видео или нет. Обязательно смотрите все ролики, особенно ролик про пляж собачий. Я такого никогда в жизни не видела, и я бы хотела, чтобы все вы посмотрели на это чудо света. И этот человек пишет, поедь туда, там есть одна кукла, которую надо оттуда забрать. Вот это вообще просто жесть. Человек явно смотрит мои видео, он знает про Эйвона, он знает, что его нет, он помнит про видео про щенка, он видел этот влог, он знает про остров кукол, знает, где я нахожусь. Я пишу, так, все, я ниоткуда ничего не буду забирать, тем более под провокацией про Эйвона. Где фото? Это очень стрёмная история про остров кукол. И он пишет, я тебе позже скину координаты, остров ты знаешь где. И присылает фотки острова кукол. Это фотки из интернета, я их видела, я еще сама там лично не была. Но я очень хочу, еще хочу на мистический рынок, который тут тоже есть. В общем, тут очень много таких странных мест. И, видимо, человек это увидел в моем блоге, изучил и такой, типа, разводит меня. Там очень много кукол, и мне нужна одна из них. Брррр, реально мурашки по коже, пробежали. Да, и какая? Я тебе скину точку на острове, какую куклу тебе надо забрать. Я пишу, что мне с ней потом делать? Он пишет, инструкции ты получишь позже. Да что вы говорите, ха-ха-ха. И говорит, прислать фото Эйвона. Ты увидишь его, поверишь, что он жив, и захочешь узнать, где его забрать. Это прям крипово, ребята. Я говорю, Эйвона нет, хватит издеваться. Я обменяю его на куклу, окей? Я пишу, ага, ок, он у меня. Даже так, да, я в шоке. Это меня прям взбомбило, разозлило просто издеваться над моей собакой, которой уже нет в живых. Издеваться надо мной, потому что я очень переживаю его смерть. И откуда он у тебя, моя собака, которая умерла у тебя? И тут происходит нечто невероятное. Этот человек начинает присылать фотографии. Это просто у меня затряслись руки сначала, когда я это увидела. Я просто смотрю на это фото сейчас и понимаю, что это Эйвон, которого уже нет в живых. И это не моя фотография. И те, кто знают наш канал, те, кто видели Эйвона, те, кто смотрели ролики, они тоже сейчас увидят. Это просто стопроцентное сходство. Хорошо, 99% сходство. Он начал досылать фотографии. И я поняла, что эта собака действительно очень, очень, очень сильно похожа на Эйвона. Такие же большие уши, точно такой же мраморный окрас, только у Эйвона не было столько черного. Нос, глаза, все просто, размеры. Ну, то есть, собака капец похожа на него. Кстати, еще один факт про Эйвона, про вот эти рыжие пятна. Многие, кто подписался на канал чуть позже, они видели Эйвона уже черно-бело-серым и не видели рыжих пятен. На самом деле, у него до определенного возраста, пока он не посидел, пока он не начал сидеть после 5-7 лет, у него было очень много желтеньких, рыженьких пятен на морде, на лапках. Это не Эйвон пока, и больше ништиток с людьми, это неприятная удача тебе. Он пишет, продолжает писать про остров кукол и что-то такое. И меня безумно мучает любопытство про остров кукол теперь и про эту куклу, которую якобы нужно было оттуда зачем-то забрать. Я в растерянности, если честно, пишите, что думаете, обязательно обсудим это в телеграме после того, как выйдет видео. Пусть и Васик бежит по радуге. Увидимся скоро в новых видео.